Мне была поручена нелёгкая тема, непростая, рассказать про совершенно новый вариант лечения, совершенно новый подход в лечении, который до настоящего момента ещё фактически не вошёл в клинические рекомендации. Это то, что с моей точки зрения будет, будет в ближайшее время. На протяжении многих десятилетий, на самом деле на протяжении всего, всей истории развития онкологии, локальные стадии, те стадии, когда опухоль не распространилась за пределы органов, максимум распространения это региональные лимфатические узлы, для пациентов было возможно излечение. И роль в этом излечении всегда отдавалась хирургическому методу. Всегда считали, что основной заслугой излечения пациентов является роль и выполнение хирургического лечения. Мне, как химиотерапевту, всегда хотелось к этому успеху, к этой славе приобщиться. И была надежда, что с появлением таргетных препаратов, которые были высокоэффективны, мы можем уменьшить опухоль и, возможно, многие пациенты будут жить долго. К сожалению, таргетная терапия, во всяком случае, принимала как леча на мраке лёгкого и, наверное, при других опухолях тоже, исключение это меланома, где возможны длительные ремиссии на фоне таргетной антиберрафии, мегтерапии, практически никогда не приводит к излечению. У пациентов возникает прогрессирование, пациенты погибают от опухолевого процесса. Была надежда, что, возможно, мы можем использовать таргетную терапию предоперационную, у больных с местно распространёнными опухолями, добиться уменьшения опухоли, передать хирургам и затем таким образом приобщиться к излечению больных. Но, к сожалению, это тоже не оправдалось. Большинство из больных после циторедуктивных операций прогрессируют или нуждаются в продолжении таргетной терапии. К сожалению, несмотря на мастерство хирургов, несмотря на то, как бы ни была выполнена хирургическая манипуляция, мы на настоящий момент не можем предсказать вероятность возникновения рецидива. Единственными факторами, которые помогают нам в этом решении, это клинические факторы распространения заболевания, возможной степени инвазии опухоли, агрессивности и течения. Но это всё относительные факторы. И мы никогда точно не знаем, будет ли у конкретного пациента с ранней стадией заболевания, прогрессированием или нет. Интересно, что в то время, как для таких высоко чувствительных к иммунотерапии опухолей, как меланомы и опухоль почки, в первую очередь, не мелкоклеточный рак лёгкого, в общем, продвижение иммунотерапии в комбинации с хитостатической терапией или в виде монорежима в более ранней стадии, в общем, ни у кого не вызывает особенного удивления. И мы, это лишь вопрос времени увидеть, когда целесообразнее всего использовать этот вариант лечения и в комбинации с какими режимами. Для меня было крайне неожиданным, когда иммунотерапия начинает продвигаться при опухолях, которые всегда были вочиной хирургов, например, при колоректальном раке. Посмотрите, это результаты исследований, которые, по-моему, в 2018 году были представлены. Опухоли с микросателитной нестабильностью, ранние опухоли толстого кишечника, неоадювантное введение иммунотерапии. И посмотрите, какая чистота полных патоморфологических регрессов. Практически у всех пациентов опухоли исчезают. И здесь у меня рождается надежда, может быть, мы на каком-то этапе сможем заменить хирургический метод хотя бы для этих пациентов. В этом году на АСКО были представлены данные более крупного исследования. И в него уже, кроме пациентов с микросателитной нестабильностью, были включены и пациенты с полноценной системой репарации. И посмотрите, у них точно также возможно длительное наблюдение после хирургического лечения. А это данные исследования НИШ, они были опубликованы в этом году в одном из престижных журналов. Зелёные пациенты – это больные с адекватной системой репарации. Посмотрите, и у них возможны регрессы на фоне неоадювантного лечения, на фоне предоперационного введения иммунотерапевтических препаратов. Вероятность, конечно, значительно ниже, чем для больных с микросателитной нестабильностью. Но эта зацепка – это шанс, который, возможно, в будущем приведёт к изменению в стандартах лечения. Немелкоклеточный рак лёгкого. Первая работа – всего лишь несколько введений монотерапии анти-ПД-1 ингибитора приводит к высокой частоте полных патоморфологических регрессов. Интересно, что они во многом, конечно, проявлялись у пациентов с высоким уровнем экспрессии, но и у больных с негативной экспрессией точно так же наблюдались полные патоморфологические регрессы. Продвижение в сторону неоадювантного использования иммунотерапевтических препаратов ведётся и расширяется. В этом году были представлены данные нескольких исследований. Вы видите, их на настоящий момент уже закончено довольно много. И довольно высокая частота полных или major pathologic response, как они называются, для немелкоклеточного рака лёгкого, когда число живых клепок составляет меньше 10% по факту окончания предоперационного этапа лечения. Но так или иначе, предоперационное лечение для больных с немелкоклеточным раком лёгкого возможно. И с высокой вероятностью оно повлияет на показатели выживаемости, на показатели безпрецидивной выживаемости, то есть на то время, которое пациенты останутся без заболевания. Посмотрите, это последнее, самое новое исследование. Исследование дурволюмап, цесплатин, дотстоксел, три цикла химио-иммунотерапии, потом два введения антипидиэль-1. Посмотрите, какие показатели. Третья А стадия рака лёгкого. 12 месяцев 73% без рецидива заболеваний. Медиана общей выживаемости не достигнута. Совершенно очевидно, что это будущее, это тот будущий подход, который, если такие же активные исследования будут продолжены, приведёт к изменениям стандартных подходов в лечении. Что же происходит? Мы все знаем уже эффективность иммунотерапии в первой линии и во второй линии. Мы тщательнейшим образом изучены предикторы чувствительности к пи-1 ингибиторам. И в клинической практике, во всяком случае, при нелкоклеточном раке лёгкого у нас есть только экспрессия ПДЛ-1. Возможно, ТМБ, которое, к сожалению, оценить довольно сложно, и связь не настолько прямая между эффективностью иммунотерапии и экспрессией ПДЛ-1. Вполне возможно, что... И, конечно, наверное, мне бы хотелось, чтобы это прокомментировали мои коллеги, которые значительно более сведущие в иммунологических механизмах, которые опосредуют взаимодействие иммунной системы и опухоли. По-видимому, на этапе, когда объём опухолевой массы невысок, когда организм не подвергался ещё специфическому лечению, в частности, лечению цитостатическими препаратами, иммунитет не подвергался воздействию со стороны этих средств, которые довольно часто негативно влияют на степень его активности, вполне возможно, снятие вот этого блока, на который воздействует анти-ПД-1 и анти-ПДЛ-1 препараты, приводит к тому, что организм и иммунная система организма, обладая большим ресурсом, активнее включаются в борьбу с опухолевым заболеванием. И пример тому глиобластома. Это опухоль, при которой ингибиторы ПД-1 сначала вселяли всех большие надежды, однако в конечном итоге не показали себя. Оказалось, что неодевантное использование этих препаратов, использование анти-ПД-1 до того, как опухоль удалена, а если кто-то видел, как проводится чаще всего хирургическая манипуляция на центральной нервной системе, то, в общем, конечно, говорить о радикальности удаления, там они приходят, там, по-видимому, практически всегда остаются какие-то опухолевые клетки, и, собственно, это и является проблемой местного рецидивирования глиобластомы. По-видимому, воздействие иммунной системы на этом этапе может существенно изменить течение заболевания, а резкое уменьшение объема опухолевой массы, просто за счет его хирургического удаления, безусловно, облегчает для иммунной системы этот труд. Это наш пример использования химоиммунотерапии предоперационной. Вы видите, уменьшение размеров опухоли. Зачем же, сухими фразами, если обозначить, мы можем использовать иммунотерапию? Безусловно, уменьшение объема опухоли до операции существенно облегчает само проведение хирургической операции. Это не на 100% однозначный сейчас постулат, потому что многие коллеги, в частности, коллеги из Москвы или из зарубежных центров, они говорят о проблемах во время хирургического лечения пациентов после иммунотерапии, связанных с фиброзом. Однако, похожие проблемы мы имеем, когда, я об этом говорил, Евгений Владимирович Левченко, когда мы оперируем пациентов после таргетной терапии фиброз, фиброз тканей вокруг опухоли, который, по-видимому, является следствием массивного воспаления, которое присутствовало ранее, собственно, значительно осложняет выделение тканей и оперирование в слое, которое является основополагающим для массивных и объемных операций, которые используются в онкологии. Второй фактор, который, с моей точки зрения, может быть, даже и важнее, чем удобное оперирование, потому что это зависит от мастерства хирурга, это диагностическая цель операции, диагностическая роль операции, которая на настоящий момент используется, конечно, при небольшом числе солидных опухолей, при опухолях молочной железы точно это показано, при опухолях головы и шеи, ракеонального канала. Ну и предварительные данные говорят о похожей ситуации для меланомы, для немалкоклеточного рака легкого, ну и, возможно, для других опухолей. Тем не менее, активно используя в клинической практике, все этот критерий не получают. Тем не менее, я покажу вам на одном из последних слайдов наши результаты, которые, честно говоря, впечатлили меня своей неожиданностью. Достижение полного патоморфологического регресса после проведения того или иного этапа химиотерапии, таргетной терапии или иммунотерапии, по-видимому, является суррогатным маркером эффективности проведенного лечения и суррогатным маркером того, что в других отделах организма вероятность того, что там остались опухолевые клетки, она точно так же значительно ниже. И, соответственно, хирургическое удаление остаточной опухоли является диагностическим просто для того, чтобы сказать о том, что дальше этот пациент, возможно, это нестандартный подход, но, возможно, он не нуждается в продолжении лечения. Безусловно, когда вы знаете, с другой стороны, что то воздействие, которое вы провели на предоперационном этапе, не привело к полному патоморфологическому регрессу, у вас есть возможность переосмыслить тактику одевантного лечения. Вы знаете, что у этого пациента вероятность того, что то лечение, которое вы проводите, оно недостаточно эффективно или не настолько эффективно, насколько оно могло бы быть эффективным или насколько оно работает у других пациентов. Ну и, безусловно, мы движемся вперед, безусловно, нашей позиции, я уверен, что это разделяется коллегами из Москвы, мы должны стараться сделать так, чтобы каждый пациент, который получает лечение, кроме того, что мы помогаем, мы лечим тяжелые заболевания, воздействуем на симптомы, продлеваем жизнь, боремся за жизнь довольно часто. Информация об этом пациенте, она должна помогать. Она должна помогать будущим пациентам, она должна помочь нам совершать небольшой маленький шажок вперед для того, чтобы совершенствовать то, что мы делаем, делать выводы и в следующий раз, возможно, не повторять своих ошибок. И поэтому неодиумантный этап является своеобразным возможностью для короткого исследования факторов, которые предсказывают чувствительность, полный патоморфологический регресс, или, наоборот, недостижение полного патоморфологического регресса. Конечно, неодиумантный режим является одной из оптимальных опций для исследования новых препаратов, потому что вы быстро видите ответ опухоли на терапию, знаете, это долгосрочные эффекты, безрецидивная выживаемость. Не можете исследовать маркеры, которые ассоциированы с тем или другим лечением. К сожалению, этот подход не идеальный. У него есть очень много сложностей, одна из которых самый большой риск для пациентов – это прогрессирование на фоне неодиумантного этапа лечения, потому что, к сожалению, ни один из вариантов лечения, который у нас сейчас есть, вариантов системного лечения, не обладает стопроцентной эффективностью. Никогда мы не можем со стопроцентной вероятностью сказать, что да, у вас будет ответ, нам удастся все удалить, и вы будете жить. Вполне возможно прогрессирование. Хорошо, если прогрессирование не исключило возможность хирургического удаления опухоли. Но так происходит не всегда. Может произойти внезапное системное прогрессирование, которое лишит пациента шанса на извлечение за счет хирургического воздействия. Мы все знаем про гиперпрогрессирование. Многие из нас даже видели единичный случай этой ситуации, когда после одного-двух введений иммунотерапевтического препарата опухоль вспыхивает, и там не то что о хирургическом лечении не идет никакой речи. Пациенты погибают. Это проблема, с которой нам еще предстоит бороться. Дальше, позвольте мне несколько слов сказать об особенностях предоперационной иммунотерапии. На примере меланомы, просто потому что данных, и эта область, она была инициирована несколько раньше, чем другие варианты лечения, и подверглась, кроме клинического изучения, еще и значимому трансляционному исследованию. Расформирован консорциум центров, которые принимают участие в неоадювантном предоперационном этапе лечения. Все они небольшие. Около 100 пациентов на настоящий момент приняли участие в неоадювантных исследованиях. То есть объем данных небольшой, тем не менее сигналы, которые мы получаем, они без сомнения уже сейчас могут направлять в дальнейшую работу. Данные исследования неволумаб против неволумаба и эпилемумаба. 12 пациентов в одной группе, 11 пациентов в другой группе. Максимально исследованы маркеры чувствительности, маркеры ответа, маркеры токсичности. Мы знаем уже, что при злокачественной меланоме комбинации неволумаба и эпилемумаба, она чуть более эффективна, чем монотерапия неволумабом. Что, в общем, и отразилось на этом, при использовании этой комбинации в неоадювантном режиме. 25% объективных ответов в группе монотерапии, при этом 25% полных патоморфологических эффектах. И 45% при использовании комбинации неволумаба и эпилемумаба. Недостоверные данные по отдаленным показателям. Время без прогрессирования и общая выживаемость. Недостоверные данные очень мало пациентов. Тем не менее, сигнал, что больные, которые получили более эффективное лечение, они будут жить дольше. Безусловно, исследованы маркеры. Мутационная нагрузка до начала лечения в образцах, безусловно, была связана с достижением эффекта в обоих группах. Инфильтрация CD8-позитивными лимфоцитами до лечения и на фоне лечения, то есть в операционных образцах, точно так же была значимо связана с повышением вероятности ответа на лечение. Неожиданно, ну, в общем, это довольно ожидаемо для меланомы, ну, вот, например, было бы интересно узнать для немелкоклеточного рака лёгкого, никакой связи с ответом, экспрессии PD-L1 выявлено не было. Другое исследование. Вопрос. Есть ли, что будет, если сравнить использование одних и тех же препаратов в адюванте и в предоперационном лечении? Небольшое количество пациентов, говорить о какой-то статистической достоверности нельзя, но обратите внимание на вот этот слайд. Получается, что если мы используем иммунотерапию, если мы используем комбинацию PD-1 и стерео-4 ингибиторов до того, как мы удалили опухоль, на тот момент, когда опухоль ещё присутствует в организме, таким образом мы не стимулируем появление новых клонов, а мы стимулируем разрастание тех клонов, которые уже присутствовали в организме против опухоли, и, возможно, именно они и обладают основным противоопухолевым действием, и, возможно, они будут влиять на и сохраняться после удаления опухоли, и влиять на, возможно, оставшиеся в костном мозге или в других регионах остаточные опухолевые клетки. Вот это великолепнейшее исследование. Мне оно очень нравится своей оригинальностью и впечатляющими результатами. Одно введение антипидиадин, одно введение. Три из 27 пациентов большой патологический ответ. Вот какая сила иммунитета до того, как опухоль удалена, до того, как мы подавили иммунитет с помощью вариантов цитостатической терапии. При этом, опять-таки, сигнал, что если достигнут полный патоморфологический регресс, если достигнуть большой патоморфологический регресс, больше или менее 10% опухолевых клеток, то эти пациенты живут дольше и практически, возможно, являются излеченными от опухолевых процессов. Интересно, что похожая ситуация наблюдается и для таргетной терапии. И здесь отличие меланомы от всех остальных опухолей, потому что при меланоме, возможно, и определенная значимая вероятность достижения полного патоморфологического регресса на фоне предоперационного использования таргетных препаратов, естественно, но, прибирав позитивную меланомию, она имеет место и присутствует. И оказывается, что здесь проявляется та же самая вероятность, если достигнут полный патоморфологический ответ с помощью таргетной терапии, вероятность выживаемости 36 месяцев, если не достигнут 18 месяцев. То есть та же самая вероятность. Если системное лечение до операции было успешным, вполне возможно, операция носит диагностический характер, просто отделить одних пациентов от других. Но пациент уже излечен с помощью терапевтических воздействий. Мы в прошлом году провели небольшое исследование, включили 24 пациента. Это были больные с третьей стадией меланомы с рецидивом или с олиго-четвертой стадией, те, которые были потенциально или погранично операбельны. Мы лечили этих пациентов иммуно-репотерапевтическими воздействиями. Разные использовались режимы, в основном неволумаб или комбинация эпилемумаба и неволумаба. Не всех пациентов, к сожалению, удалось прооперировать. Тем не менее, 8 пациентов были прооперированы. На настоящий момент уже 9. У двоих из 8 и у трех из 9, потому что у последнего пациента тоже был достигнут полный патоморфологический регресс. В силу того, что стандартные подходы не определены для этого варианта лечения, мы не продолжали пациентам лекарственную терапию после выполнения хирургических манипуляций. Что нам удалось показать? Ни о какой, конечно, статистической достоверности результатов. Здесь речи не идет, потому что цифры, говорят сами за себя, 2, 8. У двоих пациентов, у которых был достигнут полный патоморфологический регресс, до настоящего момента не так долго, 4,5-5 месяцев, но рецидива заболевания нет. Больные, у которых присутствовали остаточные опухолевые клетки, на фоне прекращения иммунотерапевтического воздействия через определенное время возник рецидив. То есть это признак того, что лекарственное воздействие позволяет в определенной степени подавить полностью опухоль и излечить пациента. Вот так вот выглядит полный патоморфологический регресс. Остаточная опухоль по данным объективной визуализации присутствует, но в реальности это фиброз, в котором не выявляется ни одной опухолевой клетки. Большое спасибо за внимание, друзья. Я очень благодарен организаторам, что меня пригласили на эту секцию.